В Твери прошла акция памяти блокадных хлеб. Она призвана напомнить о мужестве жителей Ленинграда, переживших блокаду миллионного города вражескими захватчиками. Тему продолжит Наталья Чекет. Центральной точкой проведения акции стала Трехсвятская улица рядом с часами. Здесь волонтеры раздавали всем желающим пайку блокадного хлеба и информационную листовку. Жители Ленинграда находились в тяжелейших условиях. Продовольствие заканчивалось день за днем. Поэтому была введена карточная система. Рабочие получали 250 грамм хлеба, все остальные 125. В составе блокадного хлеба 75% это ржаная обойная мука. Остальное пищевая, целлюлоза, жмых, обойная пыль, хвоя. Попробовать и понять, каково было людям, которые знали, что такое голод и видели смерть близких. Акция блокадный хлеб – напоминание о страшных страницах истории. Несколько лет мне пришлось пожить с блокадниками в Ленинграде, в коммунальной квартире. Теперь я здесь живу. И, конечно, божество всего, стойкости. Вот лично я и мы, молодежь, не пережившую войну, смотрели и взяли от них. Вот эта стойкость, эта блокада – это, конечно, божество людей. Их дух. Хлеб, который раздавали волонтеры во время акции, спекли по технологической карте 1942 года на предприятиях Волжского пекаря. Всего было изготовлено около 15 тысяч паек блокадного хлеба. Мы, как члены ассоциации «Тверские пекари» Тверской области, обратились ко всем производителям хлеба по всему нашему региону. В каждом районе, в каждом городе у нас есть хлебопекарное предприятие. Сегодня спасибо всем хлебопекам, которые отозвались на нашу просьбу и организовали вот эту акцию. Волонтеры, раздавая паек, объясняют, этот крохотный кусочек хлеба – порой единственное съедобное за день для жителей осажденного города. Многие приходят даже сейчас, берут детям, чтобы рассказать уже своим семьям, своим детям, внукам. То есть акция объединяет людей всех поколений, то есть приходят пожилые люди, молодые. Молодежь участвует сейчас в акции в качестве волонтеров у себя в учебных заведениях. Сейчас узнавать об этом тяжелом времени мы можем только по книгам и историческим документам. Знать и помнить героические поступки жителей Ленинграда. Кстати, на сайте Министерства обороны России появился специальный раздел «Мы ленинградской армии солдаты. Бессмертный ленинградский гарнизон». В мультимедийном разделе представлены рассекреченные документы об ополченцах города, который 872 дня при катастрофическом дефиците продовольствия оказывал сопротивление фашистам.